Любанская операция – крупнейшая трагедия на северном участке фронта после начала лакады Ленинграда. Ставка, вдохновленная первыми успехами зимних сражений под Москвой, планировала амбициозные операции по всему фронту. Вон так оптимистично выглядела стратегическая задача. В течение 1942 года разгромить врага, изгнав его с советской территории. Не давать немцам передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы и обеспечить тем самым полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Первый этап глобального замысла под Ленинградом предполагал разгром немцев на западном берегу реки Волхов. Для этого сформирован Волховский фронт в составе четырех армий. Помогала ему 54-я армия и состава Ленинградского фронта. В общей сложности на начало 1942 года по соотношению живой силы на этом направлении советские войска превосходили немцев в 1,6 раза, по танкам до шести раз. Однако враг обладал преимуществом в воздухе, вдвое превосходил в тяжелой артиллерии. Наступление начала недоукомплектованная 2-я ударная армия из состава Волховского фронта 7 января 1942 года. В первый же день удалось прорвать оборону противника у населенного пункта Мясной Бор. Правда, на западном берегу реки их ждали проблемы. От командиров соединений беспрестанно летели донесения нехватки боеприпасов и вооружения, отчаянные просьбы решить проблему снабжения. Немецкие командиры рисовали такую картину советского наступления. Пулеметы молотили нападающих, артиллерии и минометы расстреливали их заградительным огнем. Нападающие залегали. Но комиссары криками поднимали оставшихся в живых, те опять поднимались и бежали к западному берегу реки. На них опять обрушивался огонь. Убитых и раненых становилось все больше. Они покрывали речной лед. Подтверждением смертельных атак служит сухая статистика. Соотношение потерь в январских боях 7 к 1. Наконец, одна из армий, 54-я, полностью прекратила наступление 17 января, потому как израсходовала боеприпасы. Но вторая ударная, несмотря на потери и нехватку боеприпасов, еще продвигалась вглубь немецкого фронта. Командир одного из стрелковых полков Никонов. Стали выяснять, сколько у кого бойцов. В одном полку оказалось 5, в другом 6, в нашем 7 человек. Всего на переднем крае осталось 35 штыков. А приказ тот же – наступать. Утром наступали. К полудню осталось «ты да я, да мы с тобой». Узкий прорыв, созданный второй армией, все время создавал опасность окружения, что в конечном счете и случилось. В середине апреля советские войска перешли к обороне, а кольцо окружения вокруг второй армии замкнулось. В конце месяца операция закончилась провалом. Пробиваться с боями назначили командира Андрея Власова. Армия сражалась до конца июня. Когда надежда уже не оставалась, за Власовым прислали самолет. Вот командир отказался покидать войска, однако вскоре попал в плен, где и печально прославился как символ предательства. У генерала Власова всегда был повод утверждать, что он перешел на службу к немцам, когда увидел, сколько ошибок и преступлений наделала Ставка. Так что катастрофа Любанской операции – это не только десятки тысяч смертей, но еще начало деятельности Власова по ту сторону фронта. Начало крупнейшего предательства советской военной истории.